Я получил докторскую степень в области органической химии. Работал на позиции постдока в Стэнфордском университете. Я стал частью команды человека, который собирался получить Нобелевскую премию по химии. Я был избран одним из 50 самых влиятельных умов мира. Я был внештатным научным сотрудником Гарвардского университета. Я выступал во всех крупных университетах страны. У меня более 650 научных публикаций. Я был избран ученым года по версии журнала R&D Magazine. Я член Национальной Академии Изобретателей. Я член Американской Ассоциации Развития Науки. Запущено более 120 патентов в 7 или 8 компаниях. Мы работаем в различных сферах. От медицины до материаловедения, электроники, компьютерной памяти, медицинского оборудования. Мы работаем в самых разных областях. Но больше всего этого, что для меня имеет самое большое значение, это то, что я еврей, который верит, что Иисус — это Мессия. Я вырос недалеко от Нью-Йорка. Я думал, что все люди евреи. Я даже не знал, что есть кто-то еще. Меня это особо не интересовало, разве что когда все мои друзья достигали возраста бар-митцвы или бат-митцвы. И, конечно, я посещал синагогу каждую неделю. Меня это никогда особо не радовало. Я помню, что однажды я даже попытался поговорить с раввином. Он просто отмахнулся от меня. Для меня было очень мало объяснений. Я помню, когда я отправился в колледж, я начал встречать много людей, которые говорили, что они рожденные свыше христиане, что для меня было неким странным термином. Что значит «рожденный свыше»? Что вы имеете в виду под «рожденным свыше»? Один человек встретил меня в прачечной. Он сказал, «Вы не возражаете, если я приведу вам иллюстрацию к Евангелию?» Я помню, как мы сидели там, и он, по сути, начал рисовать картинку. Скалу с человеком с одной стороны он нарисовал маленького человека, а затем на другой стороне другую скалу с Богом. И большая пропасть между ними, которого назвал грех. Я посмотрел на него и сказал, «Я не грешник. Я никогда не убивал никого. Я никогда не грабил банк. Как же я могу быть грешником?» И он прочитал мне стих из Библии, «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». В современном иудаизме мы, по сути, никогда не говорим о грехе. Я не помню, чтобы мы когда-либо вообще говорили о грехе в моем доме. И он обратился к еще одному стиху. Иисус сказал, «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Я почувствовал, как будто меня ударили прямо в грудь. Я был новеньким в колледже. Я не думал, что кто-либо об этом знает. Я подбирал эти журналы и стал зависимым от порнографии. Именно через эти журналы. И внезапно то, что написано в Библии, кто-то, кто жил две тысячи лет назад, обличал меня в этом. Я тут же почувствовал себя виновным. И теперь я понял, что я грешник. Когда я прочитал в Писании, что такое грех, тогда я узнал, что я грешник. Как мне добраться до Бога? Мы, евреи, знаем это больше кого-либо другого. Без пролития крови нет прощения грехов. В 53 главе книги Исаии описывается, как Он возьмет на Себя мои грехи, то, что сделал Я. И это Он, тот человек, который взял их на Себя на кресте. Совершенный Бог приходит и отдает самого Себя за нас. Он тот, кто отдал Себя за нас. Я начал понимать, насколько еврейским является Новый Завет. Эта книга настолько еврейская, Новый Завет настолько еврейский, он весь о евреях. И затем, 7 ноября 1977 года, я был один в своей комнате. Я понимал, что Ишуа это тот, кто умер на кресте. И я сказал, «Господи, я грешник, пожалуйста, прости меня, приди в мою жизнь». И затем вдруг кто-то оказался в моей комнате. И я открыл глаза. Я стоял на коленях и открыл глаза. Кто был в моей комнате? Этот человек, Иисус Христос, стоял в моей комнате. Это удивительное переживание Бога. Иисус был в моей комнате. И мне не было страшно. Я просто начал плакать. Это присутствие было настолько славным, потому что Он был там, в моей комнате, в тот день. И я не хотел вставать с колен. Удивительное чувство прощения начало сходить на меня. Это был Он. Наконец, я встал. Я не знал, что делать. Я не знал, кому рассказать. «Вот еврейский парень из Нью-Йорка. Что я скажу?» Мои двоюродные братья были в шоке. «Как ты мог? Ты же еврей!» Когда я рассказывал своей матери о том, как я пригласил Иисуса в свою жизнь, она почти ничего не говорила. Она плакала. Она сказала моему отцу. Они совершенно не были рады этому. Она сказала, «Я не виню их за то, что они убили Иисуса после того, что Он сказал. Кто Он такой, чтобы выступать против этих религиозных лидеров, которые посвятили свою жизнь помощи людям, чтобы сказать им, что они гробы крашены? Кто Он такой, этот молодой парень, в свои 30 лет, чтобы говорить такое этим учителям? Он получил то, чего заслуживал. И моя мать была очень вдумчивым и внимательным читателем. Она прочитала, начиная с бытия, весь тонах. Когда она закончила, я спросил ее, «Что ты думаешь?» Она сказала, «Бог предупреждал нас снова и снова. Он предупреждал нас». Когда моей дочери было лет 15, мои родители приехали к нам в гости. И как-то моя мама зашла в ее комнату на пару часов. Потом она вышла и сказала, «Это твоя маленькая девочка. Она долго со мной говорила». Она снова начала читать Библию и Ветхий Новый Завет. Однажды, в скорости после этого, она позвонила мне по телефону. В возрасте 72 лет она сказала, «Джимми, ты не поверишь, что произошло?» «Что произошло?» Я просто читала. И это сразило меня. Это сразило меня, то, как Он отдал свою жизнь. Теперь я верю, Иисус — Сын Божий. Иисус — Сын Божий. Аллах Сын Божий. Продолжение следует... Продолжение следует...